На площадке спортсмена уфимского техникума железнодорожного транспорта команда организована так, что каждый из парней легко определяет в какой момент и кому из товарищей необходимо сделать пас или отправить мяч в ворота соперника. Одним из лучших игроков является Артур Вильданов. За одну игру юноша принес своей команде 12 очков. Футбол я занимаюсь 10 лет. Играл в Уфе, в команде «Восход», потом пришел в техникум. Начал заниматься в техникуме играть. Играю долго. У нас тренировки в техникуме 3 дня в неделю. Техника главная. Ну и чтобы голова думала, если это все есть, то и результат будет. И не лениться надо, стараться. Команда не раз становилась призером республиканских соревнований. Немалая заслуга в этом принадлежит и тренеру, который помимо урока физкультуры встречается со студентами на тренировках. Я считаю, что самое главное качество – это то, что у человека должно быть, во-первых, головой на плечах. Потому что если не видит поле, не видит партнеров, смысла никакого нет. Потому что бывает иногда игроки индивидуальные, очень хорошо подготовлены, но не видя партнеров, смысла никакого от этого не будет. Команда Уфимского техникума железнодорожного транспорта стала одной из 12 команд, которые участвуют в финальных соревнованиях по мини-футболу. В Нефтекамск приехали спортсмены из Белебея, Уфы, Янаула и Октябрьского. Нефтекамск представляют команды машиностроительного, нефтяного и многопрофильного колледжей. Финальное соревнование проводится в зачет комплекса «Спартакяды» среди студентов республики, который включает 8 видов и в числе которых является мини-футбол. Такие виды, как шахматы, легкая атлетика, фестиваль ГТО, то, что сейчас является популярным и по указу президента с 2014 года является показателем здоровья нации. Также в программе плавание, национальная борьба, куреш, деревой спорт. В течение четырех дней спортсмены будут бороться за звание лучшего. Результаты будут известны 10 февраля.